Здравствуйте! Это главные новости Ростовской области в студии Ася Скрыникова. Смотрите выпуски. Здание Почты России сгорело сегодня в шахтах. Как сообщили в МЧС, загорелась кровля одноэтажного здания. Пострадавших нет. Чтобы потушить огонь, потребовалось меньше часа. Откроется лишь лагбаум для жителей Ростовского многоквартирного дома на тракторной 48. Сегодня этот вопрос они решают вместе с городскими властями. Все дело в проезде к многоэтажке, который стал платным. Что об этом думают жильцы, предприниматели, администрация района и юрист в материале Елены Сарксян. Мы с 2002 года приобретали здесь жилье. И до этого все, дорога, это была улица. Улица и дорога по улице. За такими спорами на улице Тракторная 48 в Октябрьском районе Ростова-на-Дону теперь можно наблюдать ежедневно. Все потому, что горожане остались без бесплатного проезда к дому. Теперь он стоит 50 рублей для легковых автомобилей и 100 рублей для грузовых. Яна Ким живет тут уже 12 лет. По ее словам, такая ситуация на этом месте возникает не впервые. В последние, наверное, 4 года мы боремся за свое право, как говорится, под солнцем. Раньше мы проезжали по улице спокойно, по улице Тракторная, прямо к своему дому. Сейчас мы это сделать не можем. Мы вынуждены оставлять свои машины вот здесь, как вы видите, длинная вереница, либо платить за проезд к своему жилью. Жители многоквартирного дома отмечают, что раньше им была доступна другая дорога с освещением и нормальным покрытием. Но сейчас въезд там ограничен. Причина – территория частная собственность. Когда я покупала квартиру здесь, вот у нас была дорога здесь прямо, вот где сейчас изображено санаторий Ростовский, там была дорога, которая шла непосредственно к нашему дому. А в один из дней нам просто перекрывают проход. А сейчас бесплатное движение ограничили по другой дороге. Объездной, которая, по словам предпринимателя Размика Копяна, тоже является частной собственностью. И он ее арендует. Многие жители многоэтажного дома платить за проезд отказываются. Оставив свой транспорт перед шлагбаумом, ростовчане погружаются в настоящий квест. Темная улица без освещения, дорога без покрытия и бродячие собаки. Вот на что жалуются люди. А мы по темноте за детьми бегаем. Освещение, опоры освещения были установлены собственником данного земельного участка. На сегодняшний день, насколько мы знаем, освещение само там не работает, ввиду того, что установив опоры, он не оформил техническое присоединение к сетям горсвета. А вследствие чего они просто-напросто отключили данную электроэнергию. Пожалуйста, как здесь? И что это за дорога, за которую нужно платить? Предприниматель отмечает, что плату за въезд он требует для того, чтобы на эти средства благоустроить участок и создать для жителей комфортные условия. Мне тоже сложно содержать дорогу, не имея средств и не имея финансирования. Меня же никто не будет финансировать. Я имею в виду, этот участок нужно благоустроить и убирать. Убирать даже от мусора. Это надо платить зарплату контролерам, платить зарплату дворникам. На это выходит, я для этого прошу жильцов участвовать в этом, как сказать, помощи. По словам заместителя главы администрации Октябрьского района, ранняя территория была федеральная. Она использовалась объединенной федерацией профсоюзов. Потом перешла в частную собственность по договору купли-продажи. И сейчас действия по установке шлагбаума не являются незаконными. Жители говорят, кроме как через платный шлагбаум, другого пути подъезда к дому нет. Арендатор участка это подтверждает. Адвокат Александр Толстоконь уверяет, что предприниматель может распоряжаться территорией как хочет, если это не противоречит градостроительным нормам. Но отмечает, что выход из сложившейся ситуации есть. Конституция Российской Федерации гарантировано право каждому жителю Российской Федерации на беспрепятственный доступ, в том числе к своему жилищу. Да, у нас, безусловно, существует такой институт, как серветута в нашем гражданском законодательстве. Именно для таких случаев, когда так получается, что собственник домовладения, либо какого-то земельного участка оказывается в силу каких-то причин, изолирован. Жители дома уже встречались с представителями администрации и подали заявку на право бесплатного пользования этим земельным участком. Распоряжение администрации района об инициировании данной процедуры уже сегодня же выпущено. Пакет документов сформирован и будет сегодня до конца дня направлен в Департамент имущественных земельных отношений. По данным администрации города, через 53 дня с момента подачи заявки станет известно, смогут ли ростовчане бесплатно пользоваться этой дорогой. Мы не можем летать. Мы должны ездить и ходить. Нам нужна дорога. Елена Сарксян, Юрий Друзякин, Дон, 24. Ростов-на-Дону. В Донском парламенте началась работа по приведению областного законодательства в соответствии с поправками в основной закон страны, принятыми в июле прошлого года. Теперь на региональные проблемы, социальную защиту, материнство, детство, экологию, охрану исторического наследия и воспитание патриотизма нужно взглянуть по-другому, подчеркнул председатель законодательного собрания Александр Ищенко на первом заседании рабочей группы. Сегодня Госдума приняла уже более 20 федеральных законов о правительстве, о госсовете, о конституционном суде, статусе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Вначале мы завершим корректировку областного законодательства в соответствии с принятыми в декабре федеральными законами, а дальше перейдем уже к нашим инициативам, которые касаются собственно полномочий Ростовской области в различных сферах. Самое важное для нас это прежде всего межбюджетные отношения. Муниципальные бюджеты должны быть наполнены собственными финансовыми ресурсами. И нам вместе с федерацией нужно думать, как это реализовать уже в новой конституционной конструкции. Для этого будет привлекаться экспертное сообщество, проводится публичное обсуждение и парламентские слушания. 18 февраля на ближайшем заседании областного ЗАГС собрания рассмотрят пять уже внесенных законопроектов. Развитием новых конституционных норм парламент планирует заниматься в ближайшие 2-3 года. Переходим к статистике по коронавирусу. 364 заболевших выявлено в Ростовской области. Выздоровело 429 человек. Скончалось 29. Более 7300 человек продолжают лечение. Лидеры по региону среди городов Ростов-на-Дону, Гуково, Новочеркасск. Среди районов Сальский, Неклиновский, Зерноградский. Всего же по России больше 16 тысяч человек заболело. Выздоровело свыше 23 тысяч человек. Скончалось 527. Больше 440 тысяч продолжают лечение. Съезд участников и партнеров Ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы. Наша история» состоялся на мемориале «Самбекские высоты». Участники встречи обсудили план работ на текущий год и подвели итоги года ушедшего. Все прошло очень, наверное, высоко, масштабно. Нас сегодня поздравляли не только представители исполнительной законодательной власти нашего региона, в лице Александра Валентиновича Ищенко, в лице депутатского корпуса законодательного собрания администрации города Ростова, Таганрога, и министров культуры, министра образования Ростовской области, а также представители федерального значения, это начальник департамента информации, информационной политики и печати Мария Владимировна Захарова, и глава Россотрудничества Евгений Александрович Примаков. Отрадно, что организаторы и участники «Дорог славы» не только смогли адаптироваться к непростым условиям и поддерживать продуктивный темп работы, но и нарастить свой потенциал, о чем свидетельствует насыщенный план актуальных и содержательных мероприятий на год текущий. Ключевым событием следующего года станет международная акция «Русский солдат-миротворец». Участники «Дети и молодежь» изготовят открытки поздравления в адрес военнослужащих армии России, проходящих службу в составе миротворческих контингентов за пределами Российской Федерации. Патриотизм – это национальная идея, национальная идея нашего российского государства. И только патриотизм скрепляет наше гражданское общество. И вот наши дети, они как раз и формируют этот фундамент. Они являются творцами этого фундамента. Им дальше жить, им дальше служить нашему Отечеству. И в память о прошлом они делают мощное и сильное будущее. Дороги славы «Наша история» проводится с 2016 года силами общественных дипломатов при содействии исполнительной власти Ростовой области, штаба Южного военного округа, Ростовской городской думы, университета путей сообщения и поисковых объединений. В минувшем году сразу 20 данских деятелей культуры были отмечены губернатором. Но из-за пандемии награды им вручили лишь недавно. Среди лучших работников культуры Ростовской области и Василий Федорович Полторацкий. Вот уже более 30 лет работающий в детской школе искусств номер один Красносулинского района. О профессиональном и творческом пути музыканта смотрите в нашем следующем сюжете. В музыке Василий Полторацкий уже более полувека. Все началось в далеком 68-м, когда брат принес домой гитару. Ее изгиб, тонкие струны и ласковый тембр мгновенно разожгли страсть с 14-летним юношей. Сначала учился сам, а потом пошел в музыкалку. Занимался даже, вот многим говорю, никто не верит. По 12-13 часов в день. Ну, там какие-то перерывочки делал, по 10-5 минут. А так, в основном, занимался, потому что мне очень хотелось освоить инструмент. Со своей любовью не расставался и в армии. Призывник Полторацкий отправился в Германию. Из эшелона его сразу забрали в ансамбль песни и пляски. А уже на девятый день службы Василий вышел на сцену. В составе ансамбля выступал 4 года. Как для военнослужащих, так и для немецких граждан. Уже дома получил высшее образование, расширяя свой музыкальный арсенал. Балалайка, дом, раскрипичный контрабас и даже труба. Школа искусств в Красном Сулине пришел в 88-м. Под руководством Василия Федоровича в 92-м году в школе был создан оркестр русских народных инструментов, которому спустя два года присвоили звание «Народный». Кроме того, музыкант играет в камерном оркестре. Мне очень хотелось, чтобы был оркестр. Это отдушина. Мы когда общаемся, играем вместе, что-то музицируем. То есть, ну, это вот, это есть наша жизнь. Есть в школе и детский оркестр. Василий Федорович очень профессионал своего дела. Мне очень нравится, как он ведет уроки. Он многому меня научил. Благодаря ему я могу свободно играть на гитаре. Чтобы у детей не угасал интерес к игре, музыкант порой отходит от программы и дает разучить ученикам современные песни. Берем. Давай, вступление. Яркое вступление, да? На счету Василия Полторацкого десятки наград, как региональных, так и всероссийских. Недавнее звание почетный работник культуры Ростовской области. Но о своих достижениях он говорить не любит. А вот коллеги педагога говорят. Во-первых, это коммуникативный очень человек сам по себе. Музыкант аховский. Понимаете? Вот он... Поэтому к нему все дети, те, которые учатся у этих преподавателей, мы бы видели, с любовью идут на занятия. И вот действительно это очень приятно и хорошо. И для Василия Полторацкого восхищенные и горячие глаза детей – лучшая награда. Елена Ребжанова, Елена Доронина, Николай Кубышкин, ДОН-24, Красный Сулин. И в завершении выпуска курс валют. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня 75 рублей 73 копейки, евро 90 рублей 92 копейки. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»